Ребят, всем привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодняшнее видео будет посвящено пополнению моей лифтовой коллекции. Сегодня я нашел вот такой вот позывничок, модели ВП-711. Взяты с адреса Новочеркасский бульвар, дом 43, первый подъезд. Там три лифта, два пассажирских, один грузопассажирский. Грузопассажирский уже поменяли, и пассажирский первый тоже. Сейчас меняют среднепассажирский. И, собственно, я взял узовник такой вот. На новом пассажирском я уже проехался. Это, к сожалению, грузопассажирский ничего так работает. Кстати, он сегодня почему-то не работал. Ну, когда я на нем ехал, он работал более-менее. А вот пассажирский новый, с ним что-то намудрили. Потому что, во-первых, ДК плотно не закрываются. Во-вторых. При приезде на этаж, когда он подъезжает к этажу, полосвещение пропадает. И еще, и самый главный минус, то, что он, то, что когда... То, что он не хочет никак ехать на нижние этажи. То есть я, допустим, нажимаю единицу, изо всех сил прям жму. Никак нажимается. И приходилось ждать, пока кто-то не вызовет лифт. Очень удобно, конечно. Но, сами понимаете, что он стоит. Щелзэ. Это неудивительно. Вот такой вот полпачок. Конечно, тут, в принципе, в неплохом достаточно состоянии. Тут, правда, поцарапано. Но ничего. Вот. Я его подписал. Вот. Я его подписал. Вот. Адрес. Москаном Черкасский бульвар. Нам 43. Вот. Взялся у второго этажа. Вот. Он, в общем, был прикреплен вот такими вот шурупами. И крепился на провод. И еще, соответственно, все провода наружу были. Он был не в стене. Вот он как... Вот. Он был не в стене. Вот как-то так он был прикреплен. Ну, я вначале обрезал ножницами провода. Потом выдрал узовник. Буквально выдрал. Потому что мне нечем было откручивать. Пришлось выдирать. Ну, он не плотно так сидел. Один шурупик, кстати, я потерял. Он не плотно таки сидел. И поэтому с этим проблем не возникло. Вот. На первом этаже еще маслифтовский вызовник. Ну, ой, лучше уж его не переть. Хотя он тоже на соплях сидел. Потому что там камера, еще могут жильцы, когда заходят в подъезд спалить. Так что не рекомендую вам его переть. Ну, хотя мне кажется, вряд ли в камеру кто-нибудь смотрит. Но все равно. На всякий случай. Типа. Вот такой вот узовник. Скоро, наверное, выпущу видео по разборке. Да, вам шильдик еще не показал. ВП-711, У3. Вот. Масса... Ой. Напряжение 220 вольт. Изготовлено в СССР. И масса 720 грамм. И вот тут провода, конечно. Могу подлиннее, конечно, обрезать. Но боялся то, что жильцы спалят. Поэтому, как уж... Как уж отрезал. Старался побыстрее отрезать. Ну и... Ну, так отрезал. Тут раньше были штыри специальные, которыми он крепился к стене. Ну и вот. Тут он покрашен, мне кажется, краской. Но я его отмывать не буду все равно. Потому что, ну, такое состояние вполне нормальное. Вот такой вот колпачок. Отложу пока его в сторону. И да, думаю, сегодня можно будет подводить итоги... Итоги за осень. Хотя еще... До осени еще очень далеко. Но все равно, мне кажется, я уже вряд ли что-нибудь найду. И поэтому, на всякий случай, буду уже подводить итоги. И вот 22 сентября я нашел вот такое вот табло. Модель ТЭС... Ой. Это ВП-811. Если я не оговорился. Такое вот табло, ТЭСУ-3. Вот. Все это с адреса Ореховый Проезд, дом 9. Пятый или первый подъезд. Но его у меня в скором времени... На него я уже делал обзор. Поэтому подробного обзора не будет. Можете поискать мне на канале. Ну, собственно, этого табла у меня в скором времени, наверное, не будет. Потому что я... Я обещал Джулиан Презенс обменяться. В случае, если он не найдет... Такое же табло на Ореховом Проезде 11. Обещал обменяться на ВП-53. Но... Всем спасибо. Ну, такой вот небольшой обзор. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на артиллерики. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok